В Крыму действует партизанское движение АТЭШ. Что вам известно о результатах его работы в этом году или, возможно, о самых громких акциях, которые это движение проводило? Мне сложно говорить точно, что это именно АТЭШ. И тут лучше, чтобы они сами говорили о своих результатах. Но мы видим, что точно эти результаты есть. То есть, как минимум, многие атаки, о которых мы знаем и называем их баловные, они действительно были возможны именно в сотрудничестве с подпольными движениями, которые есть в Крыму, начиная от АТЭШ и заканчивая другими, которые, например, менее публичны, чтобы избежать, допустим, преследований или быть более эффективными. Поэтому как раз эти атаки, которые были успешными наших вооруженных сил в Крыму, они являются четким подтверждением того, что подпольное движение действует. Кроме такой прямой поддержки вооруженных сил Украины и помощи в успешных операциях, действуют другие подпольные движения, которые связаны, например, с расклеиванием листовок, с надписями граффити на стенах в публичных местах, которые тоже очень раздражают, скажем так, мягко говоря, оккупантов. Правда, в свою очередь это тоже вызывает реакцию поиска этих людей, потому что ФСБ тоже активизировалось, и это важно тоже понимать, так как они еще с 1922 года начали рейды по людям, которые находятся у них в так называемых черных списках. Например, они ходили в том числе к родственникам военнослужащих или тех, кто служит в СБУ или в других органах Украины, и как раз в том числе запугивали этих родственников или пытались через них получить информацию. Но, тем не менее, все эти запугивания, уголовные дела, которых тоже очень много и в этом году стало еще больше, административные преследования не останавливают подпольное движение, которое существует сейчас в Крыму в очень разных формах. Вот вы вспомнили о вот этих подпольных движениях, которые расклеивают листовки с проукраинскими лозунгами, с символикой украинской, которые раскрашивают там какие-то элементы, то ли лавочку, то ли еще там забор какой-то в цвета украинского флага. Понятно, что это создает некий эффект присутствия, и вот те люди, которые по каким-то своим причинам не смогли выехать из Крыма на украинскую территорию подконтрольной Украине, но остаются жить в оккупированном Крыму, ждут возвращения Украины, ждут, когда Крым вернется домой, и которые не выражают протест по тем или иным причинам. Видя такие элементы, такой эффект присутствия, наверное, им легче, они понимают, что они не одни. Как в целом крымчане реагируют на вот такие вот формы протеста? Ну, например, первые удары, которые были еще в 22-м году и которые продолжились по очень четким военным целям, которые наносят вооруженные силы, вызывали бурю, скажем так, позитива, которую в том числе даже люди выражали публично, хотя понимали, что их могут преследовать за это. Это было очень много комментариев позитивных, и даже недавний буквально удар, который был по большому десантному кораблю, опять же, вызвал очень много таких, скажем так, добрых комментариев в адрес наших вооруженных сил и, соответственно, полного негатива в сторону российских вооруженных сил. Как люди часто реагируют, многие, тут важно понимать, что значительная часть населения еще с 14-го года остается в руках в принципе, но в то же время существовала такая часть нейтральная, которые, в принципе, старались не определять свою позицию, просто выбрали себе, скажем так, путь выживания и не определялись за Россию или за Украину. То как раз после 22-го года для многих из них стало той точкой, после которого они окончательно выбрали Украину. Более того, многие из них даже активно стали проявлять свой протест, как в социальных сетях, так и, допустим, разные акции, в том числе, если для них есть и культурные акции. Поэтому, конечно, люди, в принципе, несмотря даже на то, что их преследуют, мы, например, фиксируем то, что украинские песни стали сейчас таким видимым актом протеста, несмотря на то, что есть очень много административных дел, когда людей штрафуют или даже лишают свободы на административный арест, это обычно 10 или 15 суток, за украинские песни, например, в публичных местах. Эта практика началась еще в прошлом году и она до сих пор продолжается. Сегодня наша организация зафиксировала уже более 500 административных дел, где крымчан преследуют за разные проявления украинской поддержки. Это и песни, это слоган «Слава Украины» и многие другие проявления вот такой украинскости, скажем так, посты в социальных сетях. И там как раз преследуют людей по административной статье, которая называется «Дискредитация российской армии». В принципе, даже если вы напишите «Я против войны» или «Я за мир», это тоже основание для административного преследования. Но что важно, несмотря на то, что эти преследования длятся уже, по сути, второй год, количество этих дел увеличивается. Это значит, что люди продолжают, зная, что их точно будут преследовать, они продолжают публично поддерживать Украину, петь песни, писать свои посты, например, выкладывать фотографии с украинским флагом. И таких решений, так называемых судов, очень много, когда людей просто штрафуют, например, за фото с украинским флагом. Слушайте, а скажите, это вот на законодательном уровне прям запрещено исполнять украинские песни? Это запрещено на уровне практики. То есть, как это получилось? 4 марта прошлого года Путин подписывает изменения в уголовный и административный закон, и появляется новая статья «Дискредитация российской армии». И на практике ее стали использовать для преследования за любую украинскую позицию в Крыму. Я не знаю, как там в России. Ну, в России, в основном, например, преследуют за какое-то осуждение, так называемые, специальные военные операции. А вот что касается Крыма, то эта статья однозначно используется. Мы прочитали уже сотни таких решений, оккупационных судов, где четко написано, что, например, это реальный текст одного из судей, так называемого, в Крыму, который осудил человека за слоган «Слава Украине», да, за гасло «Слава Украине». И там было написано, что это выражение, оно угрожает безопасности не только России, а даже мировой безопасности. Более того, они даже заставили какой-то музей в Феодосии написать историческую справку о том, как опасно, что эти бандеровцы, так называемые, придумали этот слоган, как раз для того, чтобы угрожать мировой безопасности. То есть это абсолютно реальное решение суда, точно так же, как и реальное решение оккупационных судов об украинской песне. Например, среди таких песен это, конечно, «Гимн Украины», «Червона колына», «Стефания». Это самые, например, частые песни, за которые преследуют крымчан, если они их будут в публичных местах, например, на улице, во время свадьбы или еще каких-то мероприятий. И таких решений мы нашли, вот я так говорю, что всего у нас уже минимум 500 таких административных дел, где людей преследуют именно по этой статье, которую Путин ввел еще в марте прошлого года. Да, но я вот, знаете, все с этими песнями не успокоюсь. Я думаю, что по такому принципу кубанский казачий хор всем составом должен на нары заехать. Там половина репертуара — это украинские песни. Но получается, что, условно, если в Крыму на какой-нибудь свадьбе слушают Верку Сердючку, то это срок или штраф? Да, это административный арест или штраф. Но если вы это сделали после еще раз, например, если было уже административное дело, например, за украинскую песню, а потом человек опять совершает похожее что-то, то это уже будет уголовная статья. И людей уже лишают тогда вообще на большие сроки. Есть уголовные дела, которые заводили, например, против крымчан, которые развешивали разные листовки с призывами не идти в российскую армию. И, например, Александр как раз получил такой срок — два года лишения свободы. Именно за то, что призывал соседей у себя на районе не идти в российскую армию. На него сразу открыли уголовное дело и лишили свободы. И он отбывает наказание в российской колонии. А вот эти вот статьи, которые сейчас так любят в России о дискредитации российской армии, о фейках, которые очень часто к россиянам применяют за смайлики в соцсетях, крымчанам применяют эти статьи? И если да, то за что? Да, в основном применяют за социальные сети, именно за посты. Чаще всего это статья о дискредитации российской армии. Людей штрафуют или лишают свободы в виде административного ареста за такие посты. Я за мир, я против войны. Крым — Украина. Я поддерживаю Украину. Или даже у нас есть несколько дел, когда людей оштрафовали просто за фотографию с украинским флагом. Никаких надписей не было, ничего. Просто была фотография человека, например, до 1922 года, где он где-то был с украинским флагом. И людей тоже за это оштрафовали. Были даже случаи, когда просто была перепалка в поезде. Когда человек ехал в Симферополь в поезде и на какие-то комментарии своих соседей он отреагировал, как сказано в решении так называемого суда, негативно в адрес Путина. После этого на него все равно составили административный протокол, потому что понятно, что был донос этих соседей на этого человека. И его тоже административно засудили в штраф. Продолжение следует...